Всем привет! С вами Шима и в этом видео я буду показывать грим-макияж гейши. Надеюсь, вам будет интересно. Вот такой вот грим гейши я сейчас вам буду показывать. Наносить я его буду вот такими кисточками. Это кисточки от EcoTools и кисти от Real Techniques. Я буду пробовать разные способы нанесения и в конце видео вам скажу, чем лучше. Сам грим я буду наносить спонжиком, кистью для тонального основы от Real Techniques и обычной самой кисточкой художественной. И может быть даже попробую вот этой вот кистью от EcoTools для консилера под глазами. И в конце видео скажу вам, чем удобнее. Ну, начинаем мы с нанесения белого тона на все лицо. С нанесением грима на лицо я пока закончила. Пока это не совсем все ровно, но я думаю, так как это скорее грим, чем макияж, то это простительно, потому что идеально его нанести очень непросто. Делаю свой вывод, чем легче наносить его. Однозначно кисть для консилера не подходит вообще, даже под нанесение под глаза. Кисть Duo Fibra и какого-то такого типа не подходит тоже. Она делает всякие разводы. Самое идеальное это спонжик. То есть спонжик. Если вам надо обвести глаза, самая обычная художественная клонковая кисточка. Разные толщины. Можно также наносить большой кисточкой клонковой, но не синтетикой и не белкой. Лучше всего клонок. А потом спонжиком это все выравнивать. Следом за этим, сейчас я подожду, пока все это чуть-чуть подсохнет. И возьму вот такие вот белые тени от Bourjois. Ими прибудрю все лицо с помощью кисточки от Ego Tools. Лучше всего, конечно, это сделать белой пудрой, припудрить все лицо, но у меня, к сожалению, ее нету. И я хочу немножко такого светящегося эффекта лица, поэтому я возьму шиммерные тени от Bourjois. Настоящий гейш, глаза вот в этих местах, у них идут типа стрелочек, и они оформлены ярко-красным, либо розовым цветом. Для этого вам понадобится взять карандаш для губ, либо красного, либо розового оттенка. И также вам понадобятся, чем ярче, тем лучше розовые тени для глаз, либо можно взять просто румяна. Я буду это делать румянами и карандашом розовым. Для нанесения ярких теней или румян я советую использовать Engle Brush, который для бровей, либо для стрелочек на глазах. И это будет делать удобнее. Затем для более плавного перехода теней я использую кисть от Real Techniques. Это кисть Shading Brush. Также для растушевки я буду использовать кисть Shading Brush от фирмы EcoTools. Она большего размера, и ей будет легче плавно распределить цвет. Вслед за этим я буду подводить губы карандашом для губ. Потом я наношу помаду с помощью кисти. Также вы можете нарисовать стрелочки этим же самым цветом, тоже с помадой. Ну, конечно же, надо подкрасить ресницы. И не забудьте про румяна. Брови у гейш также оформлены розовым цветом. Вы можете использовать карандаш для губ, а лучше всего опять те же самые румяна с кисточкой Engle Brush. Можно оставить такой вариант нанесения помады, а можно сделать ее на полные губы. Посмотрев на фотографиях, я увидела, что они наносят как бантиком, так и на все губы. Так же не забудьте нанести плеск для губ сверху гной помады. Вот такой вот у меня получился макияж. Мне, честно говоря, больше нравится, когда губы не полностью закрашены, а как я сделала сначала, бантиком. Надеюсь, вам было интересно смотреть это видео. Если у вас есть желание увидеть грим на каких-то других персонажей, пишите мне обязательно, и я постараюсь снять видео. Для тех, кого интересует другая сторона моей жизни, моя профессиональная деятельность, вы также можете зайти на мой арт-канал. Ссылочку на него я оставлю внизу под видео. И также вы можете зайти на него, просто кликнув наверху, значок в палитре, где написано «Заходи на мой арт-канал». На этом я с вами прощаюсь. Всем хорошего настроения. Пока!